20 тысяч человек из татаро-башкирской общины пытаются отстоять свои конституционные права. Власти отнимают у людей право на свободу вероисповедания и мечеть Дин Мухаммад. После волны экстремизма и терроризма в Казахстане, Комитет национальной безопасности взял под контроль все религиозные объединения. Тех, кто не захотел войти в духовное управление мусульман Казахстана, в стране запрещают. Все у нас было сделано, все было правильно. Ну, кому-то мы не нравимся, кому-то мы больно мешаем. Под подарочной предлоги, в 15-м года мы не смогли. В феврале 2013 года специализированный межрайонный суд Северо-Казахстанской области принял решение о ликвидации этой татаро-башкирской общины. Впоследствии апелляционные и кассационные инстанции подтвердили принятый вердикт. Полтора года татары и башкиры ходят по судам и пытаются пройти перерегистрацию общины как юридического лица. Северо-казахстанские власти перерегистрировать их упорно не хотят. Казахстанские судьи не принимают во внимание очевидные нарушения отдела по делам религии. По перерегистрации, можно сказать, не рассматривали детально, не смотрели. И все это было быстро. Встали, пришли и до свидания говорили. Суда-то, как такого еще не было. Суд по существу не рассматривал. Ни одного документа? Ни одного документа мы не рассматривали. Справку эту с Акимата рассматривали? Ничего не рассматривали. Что они извиняются? Никто, ничего. Это говорит не по теме. Любой суд говорит не по теме, не по теме, не по теме. А где тема-то я не знаю. У общины отбирают их историческую обитель – мечеть Дин Мухаммад, которой уже более 160 лет. Одно из старейших зданий Петропавловска в середине 19 века было построено татаро-башкирскими мусульманами, а в конце 90-х годов силами и средствами прихожан мечеть была восстановлена из руин. В феврале 2014 года ликвидационная комиссия описала все имущество религиозного сооружения. Кощунственные действия властей не поддаются здравому смыслу, а потрясенные прихожане готовы дойти даже до международного суда, чтобы отстоять свои права. Я думаю, рано или поздно найдется человек, найдется чиновник, который во всем этом разберется. А закон 100% на нашей стороне не будет. Имам мечети Дин Мухаммад Арфаил Елизапов считает, что никакими законными путями татаро-башкирскую общину не отстоять. Бороться с государством, которое живет по волчьим законам, бессмысленно. Представители общественного объединения написали 4 письма Елбасы, но не получили ответа ни на одно. Многонациональный мир и согласие в Казахстане на деле оказались пустым звуком.